Биндер и художественный музей сегодня здесь открыли новую выставку. Это акварели Игоря Масичука. Художника не стало в прошлом году. 8 марта ему могло бы исполниться 60. Выставка в память о нем. В центре портрет автора. Вокруг акварели работы из фонда музея и частных коллекций. Быть мастером акварели – это нужно быть высокого уровня художником. И как он мастерски работает в этой технике, меня очень поразило. Но кроме мастерства, знаете, какая-то душевность вот этих вот избираемых мотивов трогает любовь к таким простым мотивам, которые вокруг нас находятся. Но они настолько художественные, настолько глубоко душевные. В живописи Игорь Масичук был виртуозом. Несколькими движениями кисти мог изобразить деревья, небо, реку, поля. Все это Приднестровье. Игорь Масичук родился на Украине, большую часть жизни провел в Рыбнице. Много писал, передавал опыт молодым. Художник вообще учится всю свою жизнь, но он мне дал любовь к творчеству, стремление учиться дальше, стремление работать. Я думаю, что вот эти вот установки, которые он дает своим студентам, заряжают на всю творческую жизнь человека. По специальности Игорь Масичук – скульптор. Он автор и большинство памятников, которые сейчас украшают Рыбницу, самостоятельно освоил графику, а потом акварель. Акварель – такая техника, где именно талант рисовальщика на первом месте. Игорь был хорошим, отличным рисовальщиком, у него прекрасная память, он хорошо знал, как устроен мир, как устроен человек. И мог бы гораздо больше написать работ с фигурами, но он больше пейзажа писал. Но есть у него два десятка работ, может даже больше, где у него люди, портреты. И это просто шикарные вещи. И они стоят прямо, можно сказать, стоят в ряду самых лучших произведений мировой живописи. Сейчас работы Игоря Масичука хранятся в музеях и галереях Приднестровья. Они есть в частных коллекциях в России, Европе, Китае и Японии. В Рыбнице тоже откроют выставку «Экспозиция» на кафедре декоративно-прикладного искусства, которую возглавлял Игорь Масичук. В Бендерах выставка будет работать до начала апреля.